Значит, что касается слова пидорас, да, пидераст и там каких-то других более мягких форм. Я считаю, что очень важно, чтобы в 21 веке люди продолжали называть вещи своими именами. Вы знаете, когда мы говорим гей, голубой, гомосексуалист, да, мы там как-то, ну, начинаем сглаживать углы, думать о каких-то там, не знаю, забавных вещах, о манерном поведении и так далее, да. Хотя мы забиваем абсолютно, что это как раз и есть то самое девиантное поведение, да, проблема абсолютно в другом, то есть суть вещей, да, слово пидераст очень правильно передает суть вещей, да, то есть это человек, который занимается пидерастей. Разрозумейте, за словником, содомский грех, это, власне, один вариант, а пидерастей, это, когда потяг до хлопчиков, излягание с хлопчиками. Понимаете, вот даже здесь, даже здесь вы начинаете так вот пытаться там немножко сглаживать углы и так далее. Я считаю, что нужно называть вещи своими именами, понимаете. Да, но все-таки, надо понимать, что мы против них, не через там какие-то сексуальные девиації, которые были всегда и никуда не поднимутся. Мы против того, чтобы на этом строилась политическая позиция, потому что они либералы, в первую очередь. А либерализм руйнует мир. Хвилку, я как раз нашел тут цитату, я хочу, до речи, для наших глядачей, читаю мову оригиналу. В русском языке, я говорю, власне, цитую, словник російської мови Брокгауза Ефрона. Початок 20-го столетия. В русском языке термін гомосексуализм встречается уже в начале 20-го века в малом энциклопедическом словаре Брокгауза Ефрона, где обозначается в качестве синонима к термину уронизм и характеризуется как половое извращение. При этом гомосексуальных мужчин словарь называют, так кстати, педерастами и урнингами, а гомосексуальные женщины, вы правы, до речи, педерасты могут быть и те, и те.